Вопрос в сравнении с ламинатом по экологичности. Лучше? Не совсем корректный вопрос. Объясню, почему. Дело в том, что и кварцелемилы есть китайские, которые ламинатные, и ламинатные китайские, которые можно привезти домой, постелить, потом забрать их 3 месяца. Если мы говорим о ламинате, который был запретен, то вот имейте в виду, что вообще ламинат, когда изобретался, это материал, который произведен из древесных волокон, без добавления клея. Вот европейский ламинат хороший, там вообще даже клея не присутствует. Все прессование плиты происходит за счет высокой температуры и за счет высокого давления. Клея нет как такового. Поэтому вообще ламинат в российском, он вот такой вот, он гнется, он не ломается, не в замке, не ломается, не приводится. Это рассчитано на то, что даже если есть какие-то проблемы с основанием, он просто сыграет, но при этом замок не сломается, ничего не отвалится, и он не разъедется. Точно так же и с кварцелемилом. С кварцелем мы работаем с двумя брендами, это генилан, вот каталошек есть, это бельги, и мы работаем с файл флор, это тоже бельги. То есть, понимаете, вот, наверное, как бытовая техника, наверное, как обувь. Вы покупаете хороший бренд, вы понимаете, мы все взрослые люди, что процент у вас мы переплачиваем за рекламу, за раскрученность этого бренда. Но эта раскрученность, эти 20% гарантируют нам веренность в том, что этот товар будет работать хорошо. Допустим, это стиралка будет работать хорошо, или этот телевизор будет работать хорошо, или то, как он будет носиться с комфортом и долго. Катя, вы тебя были, пишите, генилан, и еще следующий раз, например, в этой минуте. Так, генилан и файл флор. Значит, это броня, которую вы рекомендуете, да? Да, спасибо. На сегодняшний день очень много появилось. Когда он первый появился, конечно, как бы немножко опаски к нему относились, мы давно не работали. А на сегодняшний день люди зачастую, прочитав, приходят сами спрашивая. Вот, был вопрос, чем разница между винилом и кварц-винилом. Помимо винила, кварц-винилой, сейчас еще появились материалы, которые называются полимерно-кварцовые материалы. Ну, это, мне кажется, полимерно-кварцовые, вот кварц-винил это как бы производная. Потому что полимерно-кварц, можно сказать, что это винил и кварц, можно, может быть, что-то еще. Объясняю. Виниловое покрытие, это было изобретено в 1920 году. То есть, чего делают игрушки, делают капельницы, то есть, это материал хорошего качества, он абсолютно никак не реагирует на агрессивную среду. И, ну, видели, наверное, капельницы, полимеры, игрушки. То есть, он по всем сертификатам выдерживает самые высокие требования. Вот. И виниловое покрытие, наверное, вы тоже видели. Может, у кого-то из родителей. Вот у меня у знакомых лежала такая плитка, цветная мягкая, такая квадратиками, вот они на стиловиду наклеивают. Это виниловое покрытие. Но виниловое покрытие не обладает теми свойствами, которыми обладает кварцин. Здесь для того, чтобы создать вот эту жесткость, добавлено 70% песка и сок. Кто-то говорит, поскольку песок перетертый, кто-то говорит, мел добавляется, кто-то разные производители немножко по-разному это все. Кто-то говорит, кварцевый песок перетертый. Ну, понятно, что здесь не песок, тут прямо в структуре видно, что тут смесь достаточно однородная. Все это перетерком виде. Оно придет как раз жесткость, стабильность. Вот в отличие от многих других материалов, искусственный материал, такой вот как кварцинин, у него есть очень приятная особенность, у него идеальная применение. Вот когда мы укладываем, допустим, натуральные покрытия, натуральная древесина, она реагирует на перепады влажности. Естественно, если эта доска хранится в горошине, она будет с этих вот мест, вот с этих вот мест, она начнет быстренько набирать влагу. И получается, что вот этот край пошире, этот край положее, этот пошире. Если она хранится у вас в квартире зимнее время, сутка, зимой у нас влажность 25-35%. Я мало видела на людей, которые могут умудриться догнать влажность до минимальных 40-35%. Не получается, к сожалению, у нас нет элементальных лиман. Процесс происходит в другую сторону. Здесь у нас высыхает, кратный стыль высыхает всегда. Здесь у нас шеве, здесь у нас уже. При монтаже мы сталкиваемся с тем, что невозможно это все забрать. То есть вот это все не получается. Продолжение следует...